Важнейший этап в преддверии предстоящих президентских выборов. Агитационная кампания кандидатов продолжается. Сегодня кандидат в президенты от движения предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мартийёев посетил Сурхандаринскую область. Встретился с избирателями региона. Видеообзор программы. Сурхандарья – самый южный регион страны. В последние годы он вышел на принципиально новый этап развития. Касается это и экономического сектора, аграрной отрасли, проектов инфраструктурного роста, расширения сети социальных объектов, создания комфортных жизненных условий для людей. Сегодня Шавкат Мартийёев посетил эту область. Первый адрес – как дань уважения богатейшему историческому наследию, высоким духовным ценностям, на фундаменте которых формируется новое, гармонично развитое, просвещенное общество мавзолей великого ученого Хакима Ат-Термези. Здесь прозвучала молитва с просьбой ко Всевышнему о неспослании мира и спокойствия в нашей стране. А затем кандидат в президенты Республики Узбекистан от движения предпринимателей и деловых людей. Либерально-демократическая партия Узбекистана Шавкат Мартийёев в городе Термези встретился с улханарийскими избирателями. Мероприятие открыл доверенное лицо кандидата в регионе Абдулхаким Эшмуратов. Слово было предоставлено Шавкату Мерзиёеву. Отмечалось, сегодня регион последовательно развивается, благоустраиваются города, села и махали, повышается уровень жизни людей. Кандидат представил свою предвыборную программу. Она охватывает 10 приоритетных областей. Экономика, предпринимательство, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, развитие регионов, государственное управление, верховенство, закона, внешняя политика и культура. Улучшение условий жизни населения определено как первоочередная задача. Планируется объявить 2022-2026 годы в Сухандаре пятилетием обеспечении чистой питьевой водой и построить 1700 километров водопроводных сетей. Частью этого проекта станет магистральная водопроводная сеть протяженностью 361 километр от Тополанского водохранилища до Термеза. Также озвучены планы по строительству домов, дорог и мостов, улучшению электроснабжения. Экспорт фруктов и овощей из региона за последние три года увеличился в два раза, достигнув 100 миллионов долларов. Шавкат Мерзиоев отметил, что при использовании всего потенциала области эта цифра может составить не менее 500 миллионов долларов. Еще одно важное направление программы кандидата развития промышленности – наращивание экспорта и инвестиций. В частности, планируется реализовать 10 мегапроектов, которые придадут мощный импульс развитию областной экономики. Освоить в рамках этих проектов инвестиции на 5,1 миллиарда долларов и создать 22 тысячи новых рабочих мест. В целом, в течение ближайших пяти лет в отраслях промышленности намечено осуществить более 5000 инвестиционных проектов на сумму 6,6 миллиарда долларов. Также были затронуты вопросы развития социальной сферы, укрепления здоровья населения, кардинального повышения качества образования. Следующие пять лет намечено направить на экономическое и социальное развитие Сурхандаринской области 50 триллионов сумм и создать в общей сложности 320 тысяч новых рабочих мест. Наша самая главная цель в течение последующих пяти лет – положить в основу всех реформ в стране, в том числе в Сурхандаринской области, совершенно новую систему – человек, общество, государство. Задействовать все наши возможности, чтобы результаты преобразований ощущались прежде всего в жизни каждого человека, каждой семьи и Махали, сказал Шавкат Мерзиёев. Состоялся искренне открытый диалог с членами партии, избирателями, собравшимися в районных студиях и областном центре. Они рассказали о своем видении будущего развития области, выдвинули предложения по решению проблем на местах. На своих собственных примерах рассказали о том, как за последнее время изменилась их жизнь. Год назад я был безработным включенным в железную тетрадь, а теперь стою перед вами, будучи предпринимателем. На собственном примере я убедился в том, насколько важна в судьбе человека эта тетрадь. Год назад на кредит в 30 миллионов суммах приобрел 600 голов птицы. В настоящее время по голове насчитывает 4 тысячи. Мой доход в день без расходов в полтора миллиона суммах, прибыль в месяц 45 миллионов. За такие условия, созданные возможности, вам большое спасибо. Воспользовавшись возможностями, предоставленными сегодня ремесленникам, я открыла собственное предприятие. В 2017 году приняла на работу трех, а в 2019-м – 12 человек. В 2020-м я трудоустроила 50 женщин, включенных в женскую тетрадь. Выступившие на встрече высказались в поддержку кандидатуры Шавката Мерзиёева на предстоящих президентских выборах. Отметили важность этого политического события для будущего страны. Посетил сегодня Шавкат Мерзиёев и специализированную школу-интернат номер 9 в городе Термези. Ее здания, построенные еще в 1979 году, устарели. Из-за малого количества классов она вмещает всего 250 учеников. Качество образования, наоборот, образцовое. Коллектив может похвастаться высокими показателями поступлений выпускников в вузы и специализированные школы. Более того, вокруг строится новое жилье, жителей становится больше, в связи с чем растет потребность в школьном образовании. Подчеркнуто, что вместо этого учреждения целесообразно построить современную школу на полторы тысячи мест. Именно кадры реализуют цели, которые наша страна ставит перед собой. Пока мы не поднимем авторитет учителя и не направим образование в правильное русло, результатов не будет. Поэтому в ближайшие пять лет будет принята новая национальная программа по ремонту и реконструкции школ, сказал Шавкат Мерзиёев. Состоялась и беседа с преподавателями школы. Они озвучили свои предложения по улучшению школьного образования и стимулированию труда учителей. Здесь же обсуждены меры по развитию системы общего образования в Сурхандаринской области. В регионе планируется создать 96 тысяч дополнительных ученических мест. Для этого будут построены 21 школа и новые здания в 358. А 116 школ будут капитально отремонтированы. Намечено организовать 19 школ с углубленным изучением информационных технологий математики, химии и биологии. Посетил сегодня Шавкат Мерзиёев и Махалю Гулистон, что в Термезе. Побывал в гостях в доме Сайдулы Мерзаева и ознакомился с условиями жизни семьи. Глава семейства много лет был чабаном. Он и его супруга Хасия Тая вырастили шестерых детей. В благоустроенном дворе организовано подсобное хозяйство. В теплице выращиваются лимоны. Сурхандарья – благословенная земля. Здесь можно собирать урожай сельскохозяйственных культур три раза в год. Мы должны пользоваться этим, привезти технологии из развитых стран и найти рынок для продукции. Это послужит источником как дополнительного дохода, так и рабочих мест, сказал Шавкат Мерзиёев. Прозвучало в эти минуты и то, что умение быть благодарным – самое благородное качество. Сейчас есть все условия для проживания, учебы и работы. В нашей стране должны быть мир и спокойствие. Это прежде всего. Шавкат Мерзиёев также осмотрел современные многоэтажные дома, построенные в Махале-Мангузар, города Термеза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова